Здравствуйте! Я мама одного из пациентов здесь, в клинике Василенко. Ну, не могу сказать, молодого человека, который попал сюда, в общем-то, по нашему настоянию. Я имею очень хорошего сына, доброго, умного, но, к сожалению, он попал в беду. И в эту беду попали мы вместе с ним. Это большое горе в семье, это, в первую очередь, беспомощность родителей, это стыд. И самое страшное, то, что начинаешь понимать, что это прямая дорога к смерти своего ребёнка. Когда в такой ситуации оказываешься, то не знаешь, куда бежать, кому обратиться за помощью, и где искать спасение вот в этой ситуации. Мы живём в одной из европейских стран. И, в принципе, там молодёжь совершенно свободно употребляет наркотики, курит траву. И с этим ничего нельзя сделать, потому что это вполне узаконено. Там это не лечат. То есть человек должен довести себя просто до какого-нибудь преступления, чтобы насильно поселили в клинику. Ну, это клиника как дурдом, где всё закрыто, мягкие стены, и ему просто не дают там каких-то наркотиков, а делают успокоительные процедуры. То есть лечения никакого. То, что мой сын согласился сюда приехать, и то, что мы сюда доехали, для нас это было огромным чудом. Вот самым настоящим чудом. Знаете, такое слово существует – «самовоскрешение». Так вот, я считаю, что именно здесь, в клинике, наших детей приводят в такое состояние, когда он начинает соответствовать этому слову и самовоскрешаться. Здесь их учат быть здоровыми. Здесь их учат хотеть жить дальше. И жить счастливо, иметь здоровье и иметь какое-то будущее, какие-то перспективы. Мы знаем, что в каждом человеке находится огромный разумный мир. И его нужно восстановить либо пробудить. Особенно у таких молодых людей, которых этот разум, замутнён наркотиками либо алкоголем, происходит на каждом сеансе, при каждой беседе, при каждых лекциях либо фильмах. И это пробуждение очень сильно на них действует. Они начинают хотеть жить. А это самое главное. Ну, для меня, как и для мамы, это было самое главное. Особенно хочется сказать и персонале этой клиники. Это вообще удивительные люди. От них идёт просто какая-то такая вот добрая, светлая энергия, которые заставляют поверить не только наших детей в какое-то будущее для них, но и мамам... Мало того, что покой, мам здесь учат, как нужно жить дальше с нашими такими близкими. И учат не просто лекциями, а учат тренингами, различными примерами. И мамы отсюда, и жёны, кстати, выходят совершенно другими. И мы уже не будем делать тех опекунских ошибок, которые мы делали до того, и которые тоже способствовали такому поведению наших детей. Но и особенно хочу восстановиться на личности Виталия Ивановича Василенко. Это сила, это мощь, это мастерство и талант, это мудрость. У меня просто этот список слов был бы нескончаемый, но это просто человек, перед которым склоняю голову, благодарю за всё безмерно. И хочу, чтобы его и дальше Бог помогал, оберегал, давал здоровье, долголетие. И чтобы он ещё долгие годы мог помогать вот этим вот заблудшим душам в нашем тяжёлом мире. Поэтому всем огромное спасибо. И как бы наставление материалам, жёнам, которые сюда привезут своих близких, не бойтесь, а едьте сюда с большой открытой душой и надеждами, что именно здесь вы найдёте то, что вы ищете. И пока не можете найти. У вас это получилось? Найти? Да. Я уезжаю с большой надеждой. Я видела результаты многих ребят, которые были. Мы здесь больше месяца находились. И у меня у сына совершенно другие глаза, совершенно другие мысли. И вы знаете, наверное, здесь он научился говорить родителям спасибо. А это от дорогого стоит. Вот вы говорили, как вы сложно его везли. Каким настроением вы ехали? Ехали настолько с большими страхами и переживаниями. Почему я сказала, что когда мы здесь очутились, это было чудо? Потому что я не знала, довезу ли я его до самолёта. С самолёта я не знала, довезу ли я его до поезда. С поезда довезу ли я его до клиники. Потому что это было последствия, поведение его было, последствия наркотиков. Это были психи, это был постоянный на грани скандала и на грани его ухода. Вот такой вот момент. Поэтому я и повторяю. А вы бы довезли? Что вас встретило тут? Ну, он считал, что здесь будет пятизвездочный отель. Вот. И all inclusive. Поэтому когда он увидел людей в белых халатах, то здесь был, конечно, у нас взрыв. Куда ты меня привезла? Это же клиника. Ну, и два дня было, конечно, очень тяжело. Не хотел идти на контакт, не хотел делать процедуры. Но благодаря этим исключительным докторам, их, так сказать, уже большой практике, как с этими людьми поступать, что им нужно сказать. То есть такие волшебные ключевые слова, которые сразу погасили это всё, привели его в чувства. И он начал понимать, что он болен, и что ему именно сюда нужно прийти и оставаться, что только здесь ему помогут. То есть раньше он не осознавал себя больным, либо зависимым. А в чём вы видите исключительность именно нашей клиники? Чем она не похожа в других, если у вас есть опыт? У меня опыта никакого. Мы приехали сюда, вот как говорится, знаете, вот велась рука судьбы чего-то высшего. Но перед этим я смотрела вот по интернету другие клиники. То есть чисто информационно то, что находится в интернете. Мне не понравилось то, как сейчас лечат в других заведениях, когда дают им малые дозы наркотиков для поддержания. Мы это сразу отвергли. Но мы, я имею в виду родители. Значит, очень жёсткие есть клиники, даже не могу назвать их клиниками, это как тюрьмы, где их оставляют там и очень жёстко к ним относятся. Они же больны. Они также требуют заботу. Они также требуют доброе слово. А когда из них вот кабельницами вымывают остатки этой всей химии, то есть они как голые люди на площади. Они не знают, куда идти, как им себя вести, что им нужно. То есть в такой ситуации, я так думаю, что по какой дороге их направят, такими они и станут. Представьте, если бы они после этого попали в секту, они бы там и остались. Представьте, если бы они попали в такие условия тюремные, они бы так и остались, такими злыми, озлоблёнными, тёмными личностями и душами, потому что они бы думали, что так нужно. И вот когда они попали сюда, не о чём говорить. Это инъекции добра, заботы и, самое главное, правильных наставлений. Им показывают, как будет, если они прекратят употреблять наркотики либо алкоголь. Показывают перспективы и показывают тот ужас, в котором они находились. То есть они вынуждены как бы сами решать свой путь и свой выбор. А вот это очень важно, когда их не заставляют, а когда они это делают сами. Каким вы видите своего сына сейчас? Успокоенным, целенаправленным. Способным говорить прости. Это очень важно. Способным благодарить. Это очень важно, потому что до того всё это принималось как должное. А теперь за каждую помытую ложку для него он говорит спасибо. Что вы могли сказать ещё раз родителям, мамам, жёнам? Значит, только одно. Не ждите. Вот как говорят многие врачи, что они должны упасть на дно, потом оттолкнуться и всплыть. Это неправда. Мой сын был не до такой степени уже опущенный. Он был просто где-то, наверное, посередине этой дороги. И я считаю, что очень хорошо, что я достучалась, может быть, где-то подловила момент, чтобы его уговорить подъехать. Ну, ехать сюда в клинику. Но не надо ждать, когда у них уже начинается гепатит, ВИЧ, цирроз и всё остальное. До этого не доводите, если вы любите своих детей. Привозите их ещё, когда они здоровы, когда можно действительно что-то исправить, чтобы они имели в дальнейшем здоровую семью, здоровых детей. Как вы себя сейчас эмоционально чувствуете? Чувствую обновлённо. Чувствую, что буду жить тоже свою жизнь. Чувствую, что мой сын мне в этом будет помогать. Только мне надо быть очень осторожной, чтобы не скатиться до того поведения мамочки, которое у меня было до этого. А в чём вы видите свои ошибки? В большой пике прежде всего. Мы их растили именно своими сыночками, а нужно было растить мужчинами. У вас хватит? Сейчас вы чувствуете силы, энергии отойти от него на достаточное расстояние? Думаю, что у меня бы хватило, но он пока не отойдёт. Это стопроцентно. Но буду его держать на каком-то отдалении. Стараться держать, конечно. Чтобы он нашёл себе семью и мог самостоятельно жить. Какая-то помощь, естественно, будет. Это всё, так сказать, в процессе. Спасибо вам за добрые слова. Каждый человек, который уехал в нашей клинике, выздоровевший, доставляет нам веру в то, что мы идём по правильному пути и правильно лечим. Результаты будут великолепные. Приезжайте к нам в гости. Знаете, не хотелось бы приезжать по этому же поводу, но если у меня появятся где-то на моём пути люди, которые нуждаются в этом, то я просто обязательно их вам привезу или направлю. Потому что там, где мы живём, это нереально. Эти молодые люди погибают просто сотнями и тысячами. И погибают, причём никому не нужные. Ни родителям, так как у них там менталитет такой, что вырастили, вот, кстати, и отправили. И если ты выбрал наркотики, ну что ж, это твой путь. Очень мало родителей, которые как бы могут себе позволить заниматься своими взрослыми, но в мозгах ещё такими детьми. И вот это тоже является очень таким большим минусом нашей западной, так сказать, красивой системы, куда мы все стремимся. То есть наши родители далеко не их родители. А наши родители чем так отличаются? Любовью, заботой? Любовью, заботой и, скорее всего, ответственностью очень большой. А там вот школу закончили на все четыре стороны. Не помогут, естественно, они финансово, это исключено. Но ужас в том, что, наверное, и морально. Вот вы говорите об этой ответственности. Вы сверхответственные ребята, безответственные. Как эту середину золотую вы сейчас видите? Вы знаете, перекос был во всём. И в сильно большой ответственности родителей за них, и в сильной безответственности их. И вот сейчас мы как-то это пытаемся сбалансировать. То есть они стали и понимают, в чём их ответственность. Стали понимать здесь. В чём их ответственность перед родителями, перед собой, перед жизнью вообще. А мы начали понимать, родители, что надо немножко поумерить эту опеку и как бы больше направлять, наверное, и советовать, чем... Ну, раньше и советы они нигде не слушали. А теперь прислушиваются. То есть здесь получается такой вот баланс, который мы должны до конца сделать. Вы говорите, всё равно мы, я. Ну, мы, я имею в виду и он со своей стороны, и я. То есть это работа в двух направлениях. Как бы мы должны, он со своей стороны, я со своей стороны, должны прийти к какой-то точке, где будет гармония. Вы сегодня уезжаете? Мы сегодня уезжаем через два часа и, конечно, уезжаем с очень тёплыми чувствами о том времени, которое мы здесь провели, о тех людях, которые мы здесь увидели, о клинике. Кстати, о клинике я не сказала. Очень хорошие условия. Очень хорошая обстановка. Очень хороший чистый город. Палаты на два человека, то есть на лечащего и сопровождающего. Есть палаты, где душ, туалет в комнате. Есть палаты, которые чуть дешевле, но все те же условия на этаже. Телевизор, холодильник везде. То есть прекрасные условия. Действительно находишься как в нормальном четырёх-трёхзвёздночном отеле. Поэтому не бойтесь. Питание тоже хорошее. Кому не будет хватать, это в центре города находится. То есть море магазинов, море кафешек. Можете, так сказать, себе что-то заказать, то, что вы хотите. То есть свобода и выход свободный. Никто никому не препятствует. Но выход свободный пациента и сопровождающего. Одних их не пускают. Но все очень довольны. По субботам, воскресеньям ребята делают шашлыки. Вместе, так сказать, обедают, либо ужинают. Причём не бойтесь этого, как бы, общения. Потому что в этом общении они очень много учатся. Не учатся, а слышат плохого о смертях тех, кто, так сказать, закончил плохо. Слышат очень много хорошего. Тех, кто создал новые семьи, деток имеет и всё остальное. Это как инъекция от наркомании. Поэтому здесь всё продумано. А приезжают ребята, которые прошли уже лечение достаточно давно. Вы таких встречали тут? Есть такие, которые возвращались. Есть такие, которые добровольно возвращались, чувствуя, что они ещё не готовы. Они прихожали переподшиваться. Как говорится, чтобы не довести до греха. Но есть, конечно, такие, которые не помогают. То есть, ну, скажу вам сразу, это особый сорт людей, не буду о них говорить. Но есть такие во всех временах и во всех культурах. Поэтому не ориентируйтесь на них. Думайте о том, что ваш ребёнок или ваш муж, или ваша дочь, я уже так на мужской пол перешла, именно из того процента, который выздоровеет, обязательно выздоровеет. То есть, ваша вера в этом должна помогать. Спасибо вам большое. Я благодарю абсолютно всех, кто принимал участие в нашем лечении, в нашем становлении, в нашем прозрении. И дай Бог вам всем здоровья. Вот вы говорите, обычно все клиники настроены на лечение только человека, который попал в зависимость. Вы так упомянули о работе с родителями. Считаете ли это важным аспектом выздоровления? Вы знаете, что меня, например, поразил тот фильм, где вот с детьми Марина, не помню, как я сходила. Это как бы предварительная подготовка должна действительно проходить в школах. Причём не в старших классах, а может быть даже в средних, когда дети уже, как говорится, начинают понимать, что это. Я считаю, что с 10-12 лет это массово должно проходить везде, на всех языках мира. Но другой вопрос. Запустят ли такую программу всеобщую? Поэтому каждый родитель должен понимать, что ему это нужно, его детям это нужно. Ну и естественно, самому учиться, самому быть грамотным и просвещенным. Потому что это сейчас мне так хорошо говорить. А месяц назад я ещё не знала, что такое наркотики. А почему сейчас вам там говорить хорошо? Потому что я узнала очень много информации, которую я не знала и неоткуда было взять. Вот в чём дело. Мы же все в этой отрасли родители просто неграмотные. Вам удалось эту неграмоту свою победить? Конечно. Мало того, очень много было рекомендаций, какую литературу почитать, кроме того, что были лекции, тренинги и всё остальное. Честно скажу, увожу с собой чемодан книг. Потому что всё это, пока сын лечился, ходил на процедуры, я тоже море литературы прочитала. Я сейчас считаю себя очень грамотным в этом вопросе и могу порекомендовать каким-то родителям или каким-то нуждающим уже тоже какую-то, так сказать, информацию. До этого у меня была пустота в этой отрасли. Всё. Спасибо вам большое. Рады я тому, что помогли вашему сыну, помогли вам. Большое спасибо.